Всем привет, друзья! Сегодня подборка полезных советов для дома, гаража и мастерской. Чтобы рулетки не валялись где попало, то из куска полоски металла можно сделать отличный органайзер для рулеток. По краям полосы сверлим пару отверстий. Берем пару гаек для зазора и пару саморезов и закрепляем к стене. Ну а далее вешаем рулетки на свое законное место. С помощью рулетки легко и быстро и просто сделать окружность необходимого диаметра. Просто вбиваем гвоздик в центр или прикручиваем саморез, прикладываем рулетку и делаем разметку по кругу. Вот такая залипашка получается. Работая в мастерской с металлом, часто остаются обрезки. Куски, которые поначалу складываешь в ведро, а потом вдруг ведро нужно и снова куда-то высыпаешь. Да и когда насобираешь много металла, то на металлобазу уже не утащить в ведре. Скорее всего оно треснет. Поэтому подсмотрел идею в автосервисе. Как ребята собирают металл? Используют большие пластиковые канистры. От нее отрезают небольшую верхнюю часть, чтобы ручка осталась и была по-прежнему жесткая. Ну а далее получаем контейнер для хранения чермеда. Удобно переносить, да и вообще, как накопится штук пять, закинул в багажник и сгонял на металлоприемку. И можно вернуть небольшой кэшбэк. Работая со шпилькой, есть необходимость зажать ее в тиски. Но при сильном сжатии резьба сразу деформируется. Поэтому вот вам отличный лайфхак. Я взял кусочек фанеры толщина 10 мм. Сделал разметку прямоугольников. Это такие же размеры, что и губки моих тисков. И отрезаю две заготовки. Затем убрал все заусенцы. И следующим этапом делаю отверстие. Наполовину перьевым сверлом на 12 мм. Осталось капнуть секундного клея и закрепить пару неодимовых магнитов. После высыхания у нас получились накладные магнитные столярные губки, в которых и доску можно зажимать, и любые резьбовые элементы. И уже тиски вреда не принесут. Раз говорим про шпильку, то вот отличная хитрость, как быстро двигать гайку по шпильке. Да, конечно, одну-две можно и руками. А если надо подготовить десяток, тогда возьмите старую перчатку и отрежьте кусочек с краю. Далее закидываем на патрон и на гайку. И двигаем гайки с космической скоростью. У нас свой частный дом. Температура за бортом плюс 25 градусов. И для детишек хочется поставить бассейн. Диаметр его 3 метра. Для этого я вбил кол и сделал примерную разметку. Далее снял плодородный слой и стал выравнивать площадку. Сначала с землей, а затем накидал пару тачек песка и ровнял провилом. Специальные подложки я не покупал. На них нет смысла тратить деньги. Ведь любой острый камень все равно проколет полиэтилен. Безопасную подложку под бассейн решили делать из утеплителя Пеноплекс Комфорт. Толщину взяли в 3 миллиметра. Это отличный материал и часто применяется в стройке. Например, сделать утепленный фундамент, отмостку вокруг дома. Мы его использовали в теплые полы под стяжку и утепляли фасад дома из блоков. У него низкий коэффициент теплопроводности, нулевое водопоглощение, высокая прочность на сжатие, а самое главное, он долговечен и экологичен. Поэтому такой материал универсален и применяется не только в строительстве, но и в домашнем хозяйстве. Вот и под бассейн его отлично применять. Маленьким ножком будет мягко и безопасно передвигаться. Сам Пеноплекс скрепил по швам на клей пену и временно прижимал рейками. После высыхания пены снял все рейки, постелил еще дополнительно сверху пленку, завернув ее вовнутрь, поставил бассейн и наполнил водой. По итогу результат мы получили очень хороший. Передвигаться, бегать, прыгать в бассейне очень комфортно. И самое главное, твоя душа спокойно за карапузов. На своем участке порой воюешь с кротами. То их нет, а то вдруг появляются и как нароют. Поначалу ходил, просто затаптывал их норы и смотрел, вернутся они еще или нет. Понял, что топтать бесполезно и сделал пару простых вертушек. Делать мы будем из обычной пластиковой бутылки. Также нужен маркер для разметки. Сверло или можно раскалить гвоздь, чтобы сделать отверстие. Ну и пару дополнительных предметов. Вообще все гениально и просто. Сначала делаю отверстие на дне бутылки. Диаметр тут примерный, в зависимости от вашего штыря. У меня получился 14-16 миллиметров. Далее наношу разметку на бутылку и делю на три одинаковых окна. Затем вырезаю канцелярским ножом, чтобы получилось что-то в виде дверцы. И загибаю пластик в обратную сторону. Далее беру гвоздь или длинный саморез, срезаю шляпу и приматываю на изоленту. Осталось воткнуть в землю штырь и повесить грохотушку. Как только будет дуть небольшой ветерок, она моментально начинает крутиться и создавать вибрацию. Таким образом можно легко прогнать крота. При стройке и ремонте, делая разметку уровнем, особенно где-то вверху, если поверхность гладкая, то уровень может просто убежать и не дать вам прочертить ровную линию. Чтобы этого избежать, возьмите пару канцелярских резинок и оденьте по краям. Таким образом уровень не будет скользить и вы точно и тщательно сделаете разметку. Напишите в комментах, друзья, как вам такие советы. Какие понравились, а какие нет. Поставьте лайк, это помогает продвижению моего канала. Ну и подписывайтесь на канал, а также обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok